Когда работал в банке, отвечал за IT-инфраструктуру. Я помню такой кейс, который мы обсуждали внутри в IT, что бизнес-заказчик никогда не может понять, что ему нужно. Ну, то есть все минимальные требования, которые он там со своим бизнес-разработчиком проговаривает, они в 99% случаев точно не срабатывают. Либо они могут не срабатывать в большую сторону, либо в меньшую. То есть, либо когда ресурсов реально не хватает, и ты как бы не хочешь просто раздувать бюджет проекта. Либо наоборот, когда ты заказываешь слишком много ресурсов, не осознавая, что они тебе не нужны. Вот как в этом смысле работают с вами сейчас клиенты, когда, еще раз, непонятно, сколько ресурсов нужно, и можно ли, например, эти ресурсы обратно отдать, когда идет перезаказ инфраструктуры? Ну, как раз модель потребления у облачного провайдера предполагает эластичность в ресурсах, когда при ощущении недостатка ресурсов заказчик имеет возможность заказать дополнительные ресурсы, а когда он видит, что у него какая-то часть ресурсов не используется, он имеет возможность сократить объем потребления, вернуть этот ресурс, полно говоря, провайдеру. В своей инфраструктуре он этого лишен. Расширение оно только вверх, и рано или бодро заказчику придется возможности физической своей инфраструктуры. А подскажите, пожалуйста, вот вы представляете клиенту возможность выбора услуг по заказу, ну, то есть, когда заказываешь услугу, и неважно, там, используешь или нет, или вы можете делать расчет стоимости услуг по использованию, то есть, тех конкретных, там, процессорных мощностей, жестких дисков и памяти, которые он использует? Ну, у нас есть две модели тарификации, это статический пул, который берет заказчик, заказывает и пользуется, и сумма оплаты за него, она фиксированная, понятная, и также есть возможность заказа ресурсов с динамической тарификацией, так называемой PSU-GOL, оплата по мере использования. Заказчик понимает цену за единицу ресурсов, единицу времени, запускает какой-то объем ресурсов по данной модели, и дальше можно подключать виртуальные машины, соответственно, объем стоимости будет меняться, в зависимости от объема потребления. Спасибо. Юрий, скажите, пожалуйста, а как вот сейчас вы видите распределение ответственности между внутренним IT и вами, как облачным провайдером? Ну, провайдер в таком сценарии обеспечивает доступность и работоспособность инфраструктуры своей. Внутреннее IT, оно выполняет ежедневные задачи административной поддержки сервисов, которые развертаны на инфраструктуре, предоставленной. К провайдерам. То есть провайдер представляет инфраструктуре as a service, все, что выше, в зоне ответственности внутреннего IT. Вот очень интересно, на конференции где-то примерно 3-4 года назад было выступление по поводу ФСЗ-152, закона о персональных данных, в рамках как раз облачных услуг. И мне очень понравилось, что докладчик сказал очень важную для меня вещь, коллеги, вот если посмотреть на саму просто идеологию закона, да, то, безусловно, использование сервис-провайдера значительно выгоднее, чем развертывать все необходимые элементы для поддержания требований 152 ФСЗ. Вот расскажите, пожалуйста, Юрий, насколько сейчас это актуально и учитывается в запросах компаний, да, именно подход к защите персональных данных специфицированной среды? Скорее, аттестованные среды, да, у нас запросы о наличии у нас инфраструктуры аттестованы для размещения информационных систем, которые содержат персональные данные, они буквально каждый второй, потому что все больше информационных систем, которые заказчики переносят в облако или планируют перенос в облако, они эти данные содержат. Мы со своей стороны предоставляем аттестованную по соответствию требованиям регуляторов к таким информационным системам инфраструктуру, она аттестована по самому высокому уровню защиты первому, и заказчик с этой стороны может быть спокойным, что он погружает свою информационную систему, свои данные в инфраструктуру, которую для этого... Аттестованы, которые соответствуют всем требованиям регуляторов. Остаются вопросы с обеспечением требований регуляторов со стороны заказчика, но службы информационной безопасности у заказчиков, они эти вопросы знают, умеют на них отвечать и готовы к этому работать. Наоборот, мы с них какую-то часть нагрузки снимаем, предоставляем аттестованную инфраструктуру. Качество работы IT-руководителя перед бизнесом часто связано с двумя вещами. Первое – это, конечно, надежность, это номер один, надежность представления инфраструктуры и всех бизнес-сервисов, которые на ней развернуты. И второе – это грамотная отчетность, то есть демонстрация пользы бизнесу на повседневной основе. Скажите, пожалуйста, вот сейчас как вы помогаете IT-руководителям, которые входят в облачный провайдер, готовить правильные отчеты для повышения статуса, собственно говоря, в глазах их собственных бизнес-подразделений? Мы скорее помогаем IT-руководителю наполнить эти отчеты нужной информацией, помогаем посчитать совокупную стоимость владения при использовании собственной инфраструктуры и облачной инфраструктуры. Мы можем помочь со сравнением стоимости при реализации собственной инфраструктуры или на облачной и показать, как это будет в динамике, при росте, во времени. А уж как это все обернуть красиво и предоставить своему руководителю, бизнес-руководителю, это уже в зоне ответственности IT-руководителя. В одном из кейсов, примерно три года назад, мне очень понравилось выступление IT-директора, который сказал, что в принципе есть очень важное понимание использования облака как такового, что облако часто рассматривается в момент входа в некий проект, то есть снижение тех самых капексов. Но сейчас бизнес как раз очень часто рассматривает облако как элемент снижения рисков при выходе. То есть если мы какой-то проект запустили и он не получил нужного отклика от заказчиков, от клиентов, то мы должны свернуть инфраструктуру, при этом не имея огромных вот этих вот расходов на инженеров, службы поддержки, содов, серверов и прочего-прочего. И второй очень важный момент, это то, что как мы правильно подаем вот эту вот информацию о эффективности выбора того или иного сервис-провайдера. И опять же там из кейсов могу сказать, что интересные кейсы связаны как раз с тем, что стоимость владения, или там ТСО часто считается не на всю инфраструктуру, потому что в принципе бизнесу не очень интересна эта цифра. Ну она просто для него туманна, да. То есть можно сказать, что дорого, да, потому что у меня в айфоне все облачные сервисы бесплатные. Скорее здесь рассматривается отношение снижения себестоимости на какую-то либо операцию, либо рабочее место. И вот в частности там в Самарской области там клиент получил снижение в два раза себестоимости обслуживания одного рабочего места при переходе от модели внутреннего предоставления к модели поддержки через облачного провайдера. Какие сейчас, Юрий, вот вы слышите чаще всего там возражения со стороны заказчиков, да, или может быть риски, которых они опасаются при выборе в сторону облачных услуг? Ну, эти риски, они в такие вот две большие группы разделяются. Это первая группа, это сомневаются в надежности и доступности сервисов при размещении их в облаке. Но на что этот риск мы флорируем тем, что мы предоставляем нашу влочную инфраструктуру на базе инженерной инфраструктуры СОДОВ, которые имеют сертификаты от ТАИМ-института уровня ТАИР-3, как на дизайн, так и на реализацию. Плюс обеспечиваем необходимые уровни резервирования со стороны инфраструктуры по серверам, по сетевому оборудованию, по компонентам систем хранения данных и отпутствующим. Вторая группа рисков, это риски, связанные с безопасностью при размещении сервисов и данных в облачной инфраструктуре и доступе к ним извне, через интернет или со стороны площадок заказчика. На этот риск мы отвечаем тем, что у нас инфраструктура обеспечена всеми необходимыми средствами защиты от DDoS, от АТАК, от АТАК на уровне приложений, на консоль управления. Также имеется возможность заказчику заказать доп. сервисы для защиты его уже сервисов, погруженных в нашу инфраструктуру. В общем, наверное, две основные группы рисков, на которые мы отвечаем. Я помню, что раньше вопрос перехода вообще во внешний ЦОД был связан с тем, насколько можно отделить гальванические оборудования одного заказчика от другого, вплоть до установки огромных стен, каких-то металлических цифровых замков, для того, чтобы только сам заказчик, только инженеры-заказчики имели возможность получить доступ к оборудованию. Насколько вот сейчас, скажем так, этот подход изменился, и в ваших ЦОДах насколько преобладает разделяемая инфраструктура по отношению выделенных под конкретного заказчика? Сейчас у нас инфраструктура пока только разделяемая. Регионы, где возможно построение выделенной под заказчиков инфраструктуры, они планируются. Если заказчику достаточно разделяемой инфраструктуры, и он готов к ней идти, мы готовы ее предоставить. Спасибо. И тогда последний вопрос, Юрий, скажите, пожалуйста, какой практический первый шаг или первые шаги вы предлагаете для своих потенциальных заказчиков, чтобы проверить эффективность тех самых облачных услуг для решения бизнес-задач или снять собственные сомнения и возможные риски? Ну, первый шаг – это зайти на наш сайт sbercloud.ru. Там представлена информация о всех наших сервисах, о всех наших доступных к использованию платформах, выбрать необходимые сервисы, либо просто оформить заявку, где указать свой вопрос, свои потребности. Дальше мы связываемся с заказчиком, уточняем эти потребности, готовы предоставить бесплатный тестовый период в течение 14 дней для всех наших сервисов, которые позволят заказчику отменить применимость, эффективность наших решений для своих облачных. Спасибо. Спасибо, Юрий. Большое. Большое.